Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир и делюсь сегодня с вами я цветением своей петунии называется Вот и лето прошло Петуния, можно сказать, уже отходит, но она и так меня порадовала в этом сезоне выдержала и засуху и порывистый сильный ветер и дожди Вот такая у меня красавица занимает большое место на моем довольно-таки большое место на моем участке Вот махровая петуния и на переднем плане это такая голубенькая лабелия здесь высажена но, к сожалению, я ее не успела показать, не успела снять видео А там все дальше у меня идет петуния прямо до красной сальвии Лабелию не успела я заснять, потому что вот она, там красная сальвия виднеется и это все получается такая полянка петунии Лабелию не успела я заснять, потому что да потому что не хватает на все время вот она уже выглядит так довольно-таки неприглядненько не хватает времени мы пошли в сазик в понедельник и уже находимся на больничном с ребенком поэтому пройдусь я, пожалуй, покажу поближе лабелию нет смысла показывать а вот такую красивую петунию мою любимицу я сейчас пройдусь и покажу каждый кустик, каждый сорт отдельно поближе этим летом у нас было все и дожди как я говорила уже все абсолютно было если в 2017 году все лето моя петуния страдала именно от дождей то в этом году она пережила и засуху и, конечно же благодаря мульче я считаю она еще находится в таком довольно-таки неплохом состоянии по весне полностью умульчировала этот участок вот перед окнами причем слой соломы здесь не меньше наверное сантиметров 7 а то и 8 у меня на участке проблема с водой очень медленно поступает вода в колодцы и я просто не могла позволить себе поливать только одни цветы естественно ведь есть и огород и теплица вот красивая очень бургунзи по-моему цвет называется так вот ничего страшного я считаю все выжило и даже еще как вы видите цветет хотя начало осени у меня получилась такая своеобразная наверное поляна вот ну красиво мне нравится ярко я с окошка утром стою любуюсь эти синенькие сорт Анна по-моему я сейчас не буду называть сорта потому что я во-первых я их всех не помню но кому интересно если кого-то заинтересовал какой-то понравившийся вам сорт я обязательно отвечу в комментариях посмотрю как он называется сейчас я все сорта не помню видите как дождем побило вот некоторые прямо в дырочку такие сами цветы это был у нас два дня назад сильный дождь я подожду солнечной сухой погоды и буду уже собирать семена но не всю не все сорта петунии я буду сеять в следующем сезоне и вообще такой цветочной поляны в следующем году я делать не планирую вот там вдалеке у меня кохия кохию правда тоже мне подпортила так внушительно моя собака мы ее ночью отпускаем и она почему-то любит грызть именно кохию ветки от кохии потом по всему участку я нахожу ну ничего нового по уходу за своей петунии я сказать не могу главное вырастить как мне кажется здоровую крепкую рассаду и в течение всего сезона подкармливать удобрением желательно для петунии у меня это плантон и в начале сезона я правда проливала этот участочек весь перед окнами байкалом м1 вот сальвия тоже уже постепенно отходит семена сальвии я уже частично тоже собираю потому что сильный ветер очень разбрасывает практически все семена находятся уже на земле так и по поводу петунии в засуху поливать в дожди терпеливо ждать когда они прекратятся вот и все наверное и любить петунию петуния благодарны цветочек поэтому если вы будете уделять ей свое время она вас отблагодарит своими яркими цветами я впервые буду сеять семена петунии в следующем году свои семена которые я собрала со своих цветов но вот хочу сравнить разницу между теми которые я покупала гранулированные я всегда брала именно гранулированные семена и своими и расскажу вам разницу вот такая петуния вот возвращаюсь я сейчас пройду много у меня планов на следующий год но это место которое сейчас находятся эти однолетние мои цветы гератум к примеру я сеять не буду гератум я возьму тот на рассаду я имею ввиду не буду сеять ни сальвию ни гератум буду ждать самосев конечно не от сальвии а именно от тагератума самосев и уже рассажу то что даст самосев в то место куда где я хочу видеть и помею я уже тоже собираю потихоньку то есть готовлюсь к следующему лету только количество однолетних я планирую значительно сократить потихоньку и перехожу на многолетние цветы и декоративные растения надеюсь что уже следующим летом зацветут мои рододендроны сирень вигела скумпия и другие декоративные кустарники которые я посадила в этом сезоне думаю что показать и рассказать у меня еще будет что будет о чем на этом я пожалуй с вами попрощаюсь всем спасибо за внимание и огромное спасибо всем тем кто остается со мной пока-пока